МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульноржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Пасущиеся лошади мешают карагандинцам жить спокойно. Жители одной из пятиэтажек в поселке Жибыи страдают от того, что возле их домов разгуливает скот. В городе Металлоргов открыли завод по производству газоблоков автоклавного твердения. Первая партия блоков уже сегодня будет отправлена потребителям. Победителей летнего Кубка КВН-2017 команда «Казахи» лично вручат 27-летнему карагандинцу Ниязу Сундиталиеву свои призовые деньги – 400 тысяч рублей. В Караганде табун лошадей регулярно пасется возле жилых домов. Жители пятиэтажек на улицах Мирной и Библиотечной, расположенных в районе Жибыи, страдают от того, что возле их домов разгуливает скот. Горожане борются с проблемой уже давно. В прошлом году помимо лошадей возле домов паслись и овцы, и бараны, что самое досадное – с ними был пастух. Пастух, пастух с ними был. Я говорила ему замечание, что степи много. Почему именно во дворах, где дети гуляют, гадят же они. Ну, то, что он посмеялся и все. Больше ничего. А вот сейчас они вообще без пастухов гуляют. То есть сказать некому ничего. В данной проблеме, как говорят люди, не один год и раньше дворы жилых домов по чьей-то воле становились пастбищами. Постоянно возле домов гуляет скот. В прошлом году помимо лошадей были здесь и овцы, и бараны. С ними был пастух, который игнорировал возмущения и вопросы жильцов. Сейчас же животные приходят сюда уже без пастухов. В том году было несколько раз. В этом году тоже было, наверное, раза три-четыре точно было, потому что они ходят везде абсолютно. Как бы я сама боюсь лошадей. Мы старались вот с ребенком ходить стороной, их подальше, потому что, ну, все равно, это животное. Мало ли что. Ну, я считаю, что хотя бы они должны быть под присмотром, чтобы хоть кто-то за ними следил. Но никого. Здесь также и собаки могут. Могут собаку какая-нибудь напугать. Он понесся, этот кончик, куда от него бежать. Кроме этого, жители считают, что животные представляют потенциальную угрозу для безопасности людей. А также они нарушают чистоту в жилом дворе, испражняясь прямо на асфальт. Кому принадлежит скот, неизвестно. Но есть предположение, что владельцами скота могут быть люди, проживающие в частном секторе, неподалеку от жилых домов. Их просто, видимо, утром выпускают, они гуляют сами здесь. Их никто не гоняет. Они даже могут и тут рядом стоять, возле магазина, когда жарко. А детей рядом не бывает? У меня так как бы нет. Но вчера вроде кто-то говорил, что вроде за... Или ребенок пнул лошадь, или что, но лошадь за ним пошла. Но я не знаю, как было, где на работе. Просто мне зашли, сказали. Как утверждают горожане, ситуация приносит им одни неудобства. За лошадьми никто не убирает, так как в доме нет КСК. В Акимате Караганды пообещали разобраться в ситуации после официального обращения жителей. Асель Сазамбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Водитель эвакуатора переехал женщину на пешеходном переходе возле торгового дома «Таир». Очевидцы сообщают, что водитель грузовика пропускал пешеходов, но женщина стала пересекать проезжую часть в максимальной близости от машины, возле бампера. Тем самым она попала в так называемую слепую зону. Манипулятор переехал женщину передним колесом. Прохожие криками и жестами заставили водителя остановиться. Пострадавшая с переломами таза госпитализирована в Центр ортопедии и травматологии имени Макожанова. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Пострадавшая находится в реанимации. По данному дорожно-транспортному происшествию проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Астан. По предварительным версиям водитель автомашины не заметил пешехода, который переходил по пешеходному переходу и совершил наезд. В Семертау открыли завод по производству газоблоков автоклавного твердения. Уже сегодня первая партия блоков будет отправлена покупателям. В торжественной церемонии символического запуска производства принял участие Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Открытие завода началось с церемонии символического запуска производства, в котором участвовали Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов и акционер Булат Абилов. Завод по производству газоблоков автоклавного твердения мощностью 150 тысяч кубометров в год оснащен современным оборудованием. Это очень хороший завод, нужный для нашей области, для экономики нашей области. Полторы миллиарда инвестиций, более 70 рабочих мест, которые создаются. Я думаю, это пока будет в будущем расширение, наверное, будут заводы. И самое главное, продукция завода, она востребована на строительном рынке. И вместо разглажения этого завода, также удачно инвестиционно выбрана, это между Карагандой и Астаной. На сегодняшний день газоблок является самым востребованным строительным материалом и широко используется по всему миру из-за своих высоких показателей. Булат Абилов отметил, что в продукциях заводов Алматы и Астаны содержание кварца в песке 50%, а здесь намного больше. Все потому, что в Караганде находится сырьевая база, и это будет минимизировать расходы. Астана выпускает, Алматы выпускает, у них содержание кварца в песке 50-55%. То есть у нас будет идеального качества. Поэтому акцент на Тимиртау. Здесь буквально 7-8 километров находится месторождение. Вся сырьевая база из Караганды, из Тимиртау, поэтому мы решили, так сказать, минимизировать все расходы, особенно транспортные, выбрали Тимиртау. Мы очень рады, что мы создаем почти 70-100 с лишним рабочих мест для нашего города Тимиртау, для этого региона. Мы хотим сказать, что этот завод будет очень качественной продукцией. Соучредитель компании Иркибулан Ахметов отметил, что выбрав Тимиртау, ни в чем не проиграли. В городе Металургов много опытных технических специалистов. Средняя заработная плата работников завода будет составлять около 120 тысяч тенге. Стоит также отметить, что здесь создано полторы сотни новых рабочих мест. Первый ориентир – это, конечно, строительные компании Карагандинской области. Мы изначально были ориентированы к конгеншену города Астана. На сегодняшний день нужно заключенный ряд контрактов с крупнейшими строительными компаниями. Они в силе подтверждаются. В этом плане мы обеспечены. Самый крупный контракт у нас сейчас? Самый крупный контракт – это компания «Биэйгрупп». Вы знаете, компания «Биэйгрупп» является владеем практически 50% строительного рынка города Астаны в целом. Уже сегодня будет произведена и отгружена первая партия пробных газоблоков. Аналогичных заводов по стране всего пять. В Карагандинской области это единственный завод. Соучредители заявили, что цена на газоблоки будет доступной и для населения, и для строительных компаний. Асель Сазанбаева, Ажара Гибаева, Исламбеку Спана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В мажорисе парламента состоялась встреча председателя палаты Нурлана Нигматулина с заслуженным тренером Казахстана по боксу, мастером спорта международного класса Александром Стрельниковым. Знаменитый наставник казахстанского олимпийского чемпиона, а ныне депутата мажориса Серика Сапиева, на днях отметил 60-летний юбилей. Нурлан Нигматуллин поздравил Александра Стрельникова с юбилейной датой, подчеркнув его вклад в развитие казахстанского спорта. По словам спикера мажориса, сегодня благодаря президенту спорт высших достижений, а также физкультурное движение в целом являются одним из приоритетов государственной политики. Целая плеяда победителей международных турниров и олимпийских чемпионов – лучшие тому подтверждения. А казахстанский бокс уже давно занимает одно из ведущих мест в мире. Наверное, сегодня один из лучших мировых центров для подготовки наших спортсменов. От всей души хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, пожелать вам больших успехов и уверен, что огромный опыт, большой ваш авторитет в мире спорта, и впредь будет помогать вам готовить чемпионов. Стараемся, чтобы наш флаг всегда был на высшем педестале, чтобы взвесел наш гимн. И все силы будем стараться отдавать. Спасибо большое. На встрече также шла речь о развитии спорта в Казахстане, пропаганде здорового образа жизни, а также воспитании молодого поколения в духе патриотизма. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде поздравляет всех с Днем столицы. В честь праздника наши акционные предложения с 3 по 16 июля. Лимонад «Фанки» в ассортименте 1 литр 81 тенге. Масло подсолнечное «Аскан» 1 литр 319 тенге. Изодорант «Нивея Мэн» 150 мл 439 тенге. Стиральный порошок «Тайт» 9 кг 3199 тенге. Скиф. Просто сравни цены. К другим новостям. Победители летнего кубка КВН 2017 команда «Казахи» обещали лично вручить Ниазу Сундиталиеву свой выигрыш. Ранее стало известно, что участники золотого состава команды «Казахи» намерены отдать свои призовые деньги 400 тысяч рублей 27-летнему карагандинцу. О впечатлениях Ниаза Сундиталиева мы решили узнать лично. Хочу сказать большое спасибо. Это безумно невероятный эмоциональный заряд и материальная помощь от команды КВН «Казахи». Я безумно им благодарен. И это полнейшая неожиданность. И я желаю им удачи. Команда «Казахи» 1 июля стала победителем летнего кубка КВН, сразившись с Азией «Микс», сборной Камызьякского края и городом Пятигорском. Команде достался кубок и приз от российского банка в размере 400 тысяч рублей. Позже на пресс-конференции команда объявила, что выигранные деньги они передадут Ниазу Сундиталиеву. Но именно вот пример Ниаза – это, наверное, один из тех случаев, когда человек сам попал в беду, ему нужна операция, но ему сказали, что ее нужно делать только через два года. То есть мы вчера этот случай обсудили и говорим, если он отдал деньги фонду, потому что они ему в течение двух лет не нужны. В самом деле время уже пришло, поэтому я считаю, что с нашей стороны это будет правильно. У Ниаза запланировано лечение ближе к осени. Это одна из процедур нейропластики, а также обследование, после которого будет известно о дальнейших планах на лечение. Ниаз говорит, что сейчас необходимо сохранить стабильное состояние здоровья. Главное – не допустить ухудшения. Но деньги в любом случае пойдут на лечение. Передадут. Через полтора месяца команда КВН обещали приехать ко мне домой. сюда, и мы будем пить чай с тортом, и разговаривать, делиться впечатлениями. И к тому времени я уже думаю, что будет какой-то своеобразный план, который даст точное направление, куда пойдут эти деньги. Но деньги пойдут однозначно на лечение. Просто в разной форме. Либо это на текущие какие-то потребности, потому что расходы бешеные просто. Напомним, несколько лет назад Ниаз Сундет Алиев в результате несчастного случая оказался прикован к постели и нуждался в лечении. Казахстанцы откликнулись на его беду и пожертвовали деньги. Однако врачи сообщили, что на тот момент проведение операции было невозможно. Поэтому всю накопленную сумму в размере 5,5 миллионов тенге Ниаз перечислил благотворительный фонд оружия ансайн. Как говорит сам Ниаз Сундет Алиев, в бумеранг добра вернулся, и удача улыбнулась снова. А сердце Замбаева, Исламбекоспан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганди прошел конкурс чтецов Курана. Своё умение и заучивание строк священного писания показали 20 ребят до 13 лет. Лучшего чтеца священной книги выбирала представительная жюри. Однако Фариза Убаева убедилась, что победа в этом конкурсе не главная. Сегодня мусульманская культура активно развивается. По-другому не скажешь, ведь Куран самое дорогое, что есть у правоверного мусульманина. А те, кто знает его наизусть, очень уважаемые люди. Поселок Ростовка Юная и Кали съехали, чтобы выяснить, кто лучше. Оказывается, и в чтении священного писания можно соревноваться. Карагандинец Али Ермек начал изучать Куран с ранних лет. Сейчас ему 11 лет. В этом конкурсе он намерен занять первое место. Ранее Али уже участвовал в подобном соревновании в Астане. Там он занял призовое место и денежное вознаграждение. На соревновании ты должен рассказать любую Суру на свое усмотрение. Далее задают три вопроса с любого места Суры. Я выучил 22 Суры. На соревновании спрашивают Суры от Настана до Суры Нуха. Я хочу занять призовое место. Надеюсь, у меня получится, так как готовился я очень долго. Таких, как Али, 20 человек. Каждого прослушивали по отдельности. Здесь оценивают красоту и мелодичность голоса, а также правильное произношение. Ошибка в одном звуке может полностью изменить смысл слова. Самое сложное, когда начинают задавать вопросы. Член жюри выбирает любую главу и начинает читать ее с произвольного места. А затем останавливается. Конкурсант должен понять, что это за глава и продолжить чтение. Этот конкурс чтецов Корана мы организовали совместно с отделом по работе с молодежью Карагандинской области и мечетью Балкен-Ана. Конкурс считается областным и принять в нем участие могут ребята до 13 лет. Они должны знать 20 сур от Духана до Наза. У участников 20. Для победителей мы подготовили специальные призы. знающий Коран наизусть будет наряду с пророками. Это очень высокая степень, я считаю. В этих взглядах обращенных вверх одна надежда стать лучшим чтецом Корана. В общем, призы и грамоты в этом конкурсе не главное, но совсем лишать участников светских радостей не стали. Для победителя здесь подготовлено денежное вознаграждение на сумму 50 тысяч тенге. Астана готовится отметить свое 19-летие. В этом году в День столицы казахстанцы отдохнут 4 дня. Казгидромет сообщил, что погода ожидается ясная и теплая. День столицы 6 июля отмечается в Казахстане с 2008 года. Раньше этот праздник отмечался на городском уровне 10 июня. В Караганде к празднику приготовили целый ряд мероприятий. Зульфия Муканова отметила, что в этом году День рождения столицы планируется отметить по-особенному. Намечается новая программа арт-фестиваль. По городу пройдет более 10 развлекательных программ. В этом году мы городской праздник День столицы запланировали впервые арт-фестиваль. Что такое арт-фестиваль? Это будет мультикультурное мероприятие, которое будет объединять под своей гидой изобразительное искусство, современные танцы, хореографию, творчество различных организаций. Здесь мы представим те работы, которые у нас в городе Караганде представлены обычно на различных выставках. И основной темой арт-фестиваля конечно же это будет Астана сердце Казахстана и международная выставка Экспо 2017. Карагандинцы в День столицы отдохнут четыре дня. Погода в эти дни обещает быть солнечной. Как сообщили в Казгидромете, температура воздуха может достигать 40 градусов. Поэтому жители и гости города предупреждают быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Погода на выходные будет очень теплой. Мы проштормили до 9 числа. Днем будет очень сильная жара. В Караганде конечно до 40 градусов не ожидается, но до 35 градусов температура будет повышаться днем. В Караганде именно по Караганинской области у нас днем ожидается очень сильная жара до 40 градусов в южных районах области. Днем у нас ночью в Верне у нас также будет тепло где-то в пределах и по югу у нас будет 25 градусов тепла. Все гостей и жители города ожидает интересная праздничная программа. Мероприятие начнется ранним утром на площади Каскада. Там гости и жители города смогут побывать в жилище кочевников. В полдень на набережной парка пройдет праздничное мероприятие Арман Хала Астана, а также арт-фестиваль Астана Сердце Казахстана. Далее в домах культуры Пришахтинска, Сортировки и Майкудука пройдут различные концерты. Гульнур Жакен, Ажара Гибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде в пятый раз проходит турнир по мини-футболу среди полицейских. Соревнование посвящено памяти экс-начальника ДВД области генерал-майора полиции Нурлана Рахимберлина. В этом году в борьбе за первое место борются 14 команд со всей области, представляющие силовые структуры. Пятый турнир стартовал 5 июля. В день рождения экс-начальника областного департамента внутренних дел генерал-майора полиции Нурлана Рахимберлина. На открытии турнира было отмечено, что все силовые структуры откликнулись на предложение об участии в соревнованиях. Данный турнир сберегает и сплачивает нас. Надо тянить эту трубу и хранить его постоянно. Сегодня вместе с нами близкие родственники, друзья-соратники Нурлана Рахимберлина. Те, кто в настоящее время остается верным настоящим другом. Традиционно организаторами турнира выступает департамент внутренних дел, а также друзья и соратники Нурлана Рахимберлина. Мы с ним друг друга знали очень давно. И сегодня его сегодняшний день, 5 июля, как раз день рождения. И вот проводим такой турнир по мини-футболу, в котором принимает участие 14 команд среди силовых структур. Я думаю, пусть победит сильнейший. Удачи всем, здоровья и всего-всего наилучшего. В нынешнем году участие в турнире принимают 14 команд. Своих представителей выставили и полицейские, пожарные спасатели, и курсанты Академии МВД, а также команды департаментов юстиции, государственных доходов, национальной безопасности. Представители департамента по чрезвычайным ситуациям в турнире участвуют каждый год. В этот раз тренироваться начали за два месяца. Цель команды, конечно же, первое место. Да, мы занимали два раза третье место и два раза за выход в полуфинал. Прогнозы у нас как у всех стоят задачи зайти в первое, второе, третье, а там сейчас слабых команд нету, поэтому расслабляться нельзя, поэтому надо всегда биться до конца, до последних секунд. Турнир по традиции пройдет в течение двух дней. Команда победительница будет удостойна ценного приза. Кроме того, будут определены победители в номинациях лучший игрок, лучший бомбардир и лучший вратарь. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.